Девил Мейкрай 5 Но прежде я отниму немножечко твоего драгоценнейшего времени. Пока я делал этот ролик, случилось многое. Успела пройти презентация геймплея Данте на выставке Tokyo Game Show 2018. Там же показали новый трейлер. А также Capcom на сайте DMC вывесили кучу интересной инфы. Но ещё кое-кто успел выпустить видео, в котором не досказал так много, что это больше походило на безосновательное нытьё. Но 30 сентября с канала снимут запрет на трансляции. И я смогу в режиме реального времени попытаться донести до зрителей истинные мотивы создания того видео. А также аргументировать ранее сказанные слова. Ролик был скрыт не из-за плохой статистики, а потому как посмотревшие его люди могут составить ложное мнение обо мне. Что ж, дамы и господа, благодарю за терпение. Мы уже начинаем. Приятного просмотра. Алая Королева. Когда-то этот меч был собственностью Ордена. Неро показал, что оружие может быть куда опаснее, и собственно ручно сделал апгрейд железяки. Теперь это как велосипед с двигателем, только меч. Простым движением руки можно поддать газку и вывести характеристики на запредельный уровень. В принципе ничего нового, все как в четвертой части. Синяя роза. По одному только внешнему виду уже можно понять, что это не самый обычный револьвер. Да и как известно, все заурядные вещи в руках Неро становятся чем-то особенным. Двухствольный револьвер способен выпускать две пули за раз, это круто. Но что ты скажешь, если узнаешь, что даже лишившись демонической руки, Неро все еще способен совершать усиленные выстрелы, которые наносят повышенный урон. Как? Об этом немножечко позже. Самый смарт-геймплей за Неро в пятой части это, конечно же, использование протезов, коих в игре будет немало. Такое разнообразие знатно обогатит боевую систему молодого охотника из мобильного подразделения Devil My Cry. Согласись, нововведения это всегда интересно, поэтому сейчас именно о них и поговорим. Увертюра Это первый боевой протез, проектированный и построенный уже небезызвестной девушкой Ника. Можно сказать, что в основу разработки последующих модификаций легла именно эта модель. Увертюра наносит урон противнику электрическими разрядами, которые формируются в виде распахнутой ладони. Рука проста в освоении, поэтому будет доступна с самого начала игры. Гербера Ее смертоносные лепестки высвобождают сокрушительную энергию в виде луча на непродолжительный период времени, направление которого при желании можно корректировать. Также протез цветок способен осуществлять атаку по площади, выпуская множество острых и тонких как иглы лучей, которые рикошетят от твердых поверхностей и могут наносить урон по несколько раз. Панчлайн В отличие от предыдущих экземпляров, данная рука наносит урон непосредственно при физическом контакте с целью, причем делает она это без участия хозяина, либо при детонации. Но главная изюминка панчлайна отнюдь не это, а то, что рука способна отделяться и словно управляемая ракета поражать труднодоступные цели. Эйркомбо данного дэвилбрейкера имеет специфическую механику, так как паря верхом на руке можно вытворять невообразимые вещи. Сорванец Эта рука бустер, способная повышать наносимый урон револьвером Синяя Роза и мечом Алая Королева. Однако, будь бдителен при использовании сорванца. Сила оружия возрастает так сильно, что контролировать его под силу лишь умелому бойцу. Кстати, ты наверняка уже понял, что именно этот дэвилбрейкер будет позволять Неро осуществлять те самые усиленные выстрелы из Синей Розы. Да-да, стреляет именно Синяя Роза, а не Дэвилбрейкер. Приглядись получше. Ага, увидел? Рэгтайм. Да-да, я не знаю, как перевести рэгтайм, поэтому рэгтайм. Принцип работы этого протеза кардинально отличается от любого другого. Ведь сама рука, как таковая, не наносит урон, если, конечно, не ударить ею. Но толку о такой атаке, думаю, не особо много будет. Ведь фишкой этого брейкера является практически полная остановка времени вокруг носителя. При этом временной пузырь не замедляет того, кто использует рэгтайм. Эффект недолгосрочен, поэтому с врагами лучше расправиться побыстрее. Шалтай-болтай. Как и панч-лайн наносит урон при непосредственном контакте с целью. Но давай углубимся в сам процесс нанесения урона этой рукой. Из-за своего спиралевидного строения протез легко проникает вглубь мягких тканей врага. А там, уже внутри, раскрывается истинный потенциал шалтай-болтая. Чем глубже проникает протез в тело, тем сильнее раскрываются острые лопасти, разрезая врагину на мелкие кусочки. Всего Вереница имеет три этапа раскрытия. Роухайт. И да, это вторая рука, у которой я не знаю, как перевести название. Данный брейкер похож на хлыст и очевидно, что предназначен для нанесения урона группе врагов. Находясь в окружении противника, нет ничего лучше, чем провести массированную атаку по площади, попутно размахиваясь счастливчиком, что удостоился чести быть насаженным на твой... Роухайт. Усиленная рука, она же Бустер Арм. Мощь, которую таит в себе этот протез, стала причиной того, что он недолговечен. Брейкер способен вывести соперника независимо от его габаритов и за равновесие, и вряд ли найдется здоровяк, способный устоять перед этой силой, которая, как-никак, по изначальной задумке, должна была быть под стать демонической руке Неро. Из всех эксклюзивных брейкеров в делюксе здания стоит отметить тот, что под названием «Сладкое поражение», так как его описание гласит, что он был создан Ника для того, чтобы Неро помогал Кире расслабиться, а это значит, что она должна пережить события пятой части, потому как не думаю, что у Ника было время на разработку столь бесполезного протеза в бою, а у Неро делать массаж, пока городок Рэд Грейб катится в тартарары. Что касается оставшихся, то паста Брейкер столь же бесполезен в бою, как и «Сладкое поражение». Модификация Гербера GP-01 отличается от оригинала, как я понял, лишь тем, что энергия высвобождается не из так называемых «лепестков», а из пальцев. Ну и, конечно же, моя любимая рука... нет. Бластер Мегамена. Пожалуй, единственный брейкер данного типа, не считая сорванца, но тот, согласись, лишь усиливает мощь Синей Розы, поэтому он не в счет. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, что видосик оказался полезный, и всем пока, не забывайте, скоро будет стрим, анонс будет на канале. Субтитры создавал DimaTorzok